всем привет продолжаем знакомиться с книгой стива макконнелла совершенный код сегодня продолжаем главу 26 методики оптимизации кода и начнем с подглавы 26.2 циклы так как циклы выполняются многократно горячие точки часто следует искать именно внутри цикла методики описываемые в этом разделе помогают ускорить выполнение циклов размыкание цикла замыкание свитчинг цикла называют принятие решения внутри цикла при каждой его итерации если во время выполнения цикла решение не изменяется вы можете разомкнуть цикл приняв решение вне цикла обычно для этого нужно вывернуть цикл наизнанку то есть поместить циклы в условный оператор а не условный оператор внутрь цикла и так смотрите на экран это пример цикла до размыкания здесь мы видим цикл внутри которого есть блок и в зен элс то есть цикл до размыкания в этом фрагменте проверка и в сан тайп равно сам тайп нет выполняется при каждой итерации хотя и ее результат остается постоянным вы можете ускорить выполнение этого кода переписаю его так смотрите на экран это пример разумкнутого цикла здесь у нас есть проверка два блока и в зен элс внутри каждого из которых у нас выполняется некий цикл этот фрагмент нарушает сразу несколько правил хорошего программирования удобочитаемость и удобство сопровождения кода это то что важнее чем его быстродействие или размера но темой этой главы является производительность а для ее повышения часто нужно поступиться другими целями как и в предыдущей главе здесь вы не найдете примеры методик кодирования которая в других частях книг этой книги не рекомендуется итак по поводу этих двух примеров разомкнутого цикла и замкнутого внимание на экран размыкание цикла позволяет ускорить его выполнение примерно на 20 процентов и здесь мы видим тестирование на четырех языках c++ java visual basic и python к сожалению после размыкания цикла вам придется сопровождать оба цикла параллельно так если переменную count требуется изменить на client count нужно будет изменить два фрагмента что будет раздражать и вас и всех других программистов которым придется работать с вашим кодом этот пример также иллюстрирует главную проблему оптимизации кода результат любого отдельного вида оптимизации непредсказуем размыкание цикла оказалось выгодным для трех из четырех языков но не для visual basic в этом в случае этой конкретной версии visual basic размыкание цикла только затруднило сопровождение кода ничего не дав взамен урок очевиден чтобы с уверенностью говорить о результатах любого вида оптимизации вы должны их оценить никаких исключений объединение циклов если два цикла работают с одним набором элементов можно выполнить их объединение джемминг выгода здесь объясняется устранением затрат связанных с выполнением дополнительного цикла например на объединение претендуют следующие циклы внимание на экран вот пример отдельных циклов visual basic которые можно объединить объединение циклов обычно требуют чтобы условия циклов были одинаковы в нашем примере оба цикла выполняется от 0 до employee count минус 1 поэтому мы можем их объединить ну и сейчас вы видите пример объединенного цикла то есть это результат объединения двух циклов ну выигрыш я думаю будет очевиден но давайте посмотрим на таблицу сравнение этих объединения и не объединение внимание на экран и здесь мы видим примеры примеры для языков c++ PHP и visual basic и так во всех случаях экономия времени была меньше всего как мы видим у visual basic больше всего у PHP но как говорится все как и прежде зависит от конкретного языка с объединением циклов связаны два главных фактора риска во первых индексы двух объединенных циклов могут позднее измениться утратив совместимость во вторых объединить циклы иногда трудно прежде чем объединять циклы убедитесь что это не нарушит работу остальных частей кода развертывание цикла целью развертывания анроллинг цикла является сокращение затрат связанных с его выполнением если помните после полного развертывания цикла из трех строк в главе 25 оказалось что десять отдельных обращений к массиву выполняются быстрее полное развертывание цикла быстрое решение эффективное при малом числе элементов но оно не практично если элементов много или вы не знаете заранее с каким числом элементов вы будете иметь дело внимание на экран и вот пример обычного цикла на языке java для решения подобной задачи вы вероятно использовали бы цикл for но перед оптимизацией вы должны были бы преобразовать его в цикл while ради ясности здесь показан цикл while после после частичного развертывания цикла при каждой его итерации можно обрабатывать не один случай а два и более внимание на экран это ухудшает убит 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 удобно читаемость но не нарушает общность цикла как вы видите на экране развернутый цикл один раз развернут и как мы видим здесь обрабатывается не один а два случая за одну итерацию как видите мы заменили первоначальную строку а с индексом и равно и на две строки и увеличиваем счетчик цикла на 2 а не на 1 дополнительный код после цикла while нужен на случай нечетных значений переменной каунт при которых цикл завершается так и не обработав один элемент массива конечно 9 строк хитрого кода труднее читать и сопровождать чем 5 строк простого чего греха таить после развертывания цикла качество кода ухудшилось однако любой подход к проектированию предполагает поиск компромиссных решений и даже если конкретная методика обычно плоха в отдельных обстоятельствах она может стать оптимальным внимание на экран вот результаты развертывания цикла здесь мы видим четыре языка c++ java php и python и как мы видим для python экономии времени не произошло а даже наоборот возможность ускорения кода на 16-43 процента заслуживает внимание хотя как показывает тест кода написанного на python тут тоже не все так однозначно главная опасность при развертывании цикла это ошибка завышения или занижение на единицу в коде обрабатывающем последнюю итерацию что если мы продолжим развертывание цикла принесет ли дополнительную выгоду двойное развертывание внимание на экран здесь вы видите пример двукратного развертывания цикла языка java а теперь давайте посмотрим на результаты сравнения внимание на экран как мы видим прирост все-таки есть однако для python по-прежнему прироста в скорости нету итак дальнейшее развертывание цикла может принести дополнительную пользу а может и не принести как показывает случай языка java предыдущей табличке у нас было 43 процента однократное развертывание а это двукратное развертывание здесь точно также 43 процента но в то же время сложность кода быстро возрастает если предыдущий фрагмент не кажется вам таким уж сложным вспомните что в самом начале он был циклом из пяти строк и сами оцените компромисс между производительностью и удобочитаемостью минимизация объема работы выполняемой внутри циклов одной из методик повышения эффективности циклов является минимизация объема работы выполняемой внутри цикла если вы можете вычислить выражение или его часть вне цикла и использовать внутри цикла результат вычислений сделайте это это хорошая методика программирования которая иногда улучшает удобочитаемость кода внимание на экран допустим у вас есть цикл включающий сложное выражение с указателями присвоив результат выражения удачно названной переменной вы улучшите удобочитаемость кода а может и ускорите его выполнение внимание на экран дополнительная переменная quantity discount оптовая скидка ясно показывает что элементы массива base rate умножаются на показатель скидки в первом фрагменте это совсем не было очевидно кроме того вынесение сложного выражения за пределы цикла устраняется три разыменования указателей при каждой итерации это все приводит вот к таким результатам внимание на экран за исключением компилятора java экономия времени не так уж и велика поэтому при первоначальном кодировании вы можете применить любую методику улучшающую удобочитаемость кода и отложить работу над быстродействием на потом сигнальные значения если цикл включает проверку сложного условия время его выполнения часто можно сократить упростив проверку в случае цикла поиска это можно сделать использовав сигнальное значение sentinel value значение которое располагается сразу после окончания диапазона поиска и непременно непременно завершает поиск классический пример сложной проверки которую можно упростить с помощью сигнального значения это условия цикла поиска включающие проверки обнаружения нужной переменной и выхода за пределы диапазона поиска внимание на экран вот код такого цикла на c-шарпе при каждой итерации этого цикла проверяется два условия not found и j или и меньше каунт проверка not found служит для определения того найден ли нужный элемент проверка и меньше каунт нужна для предотвращения выхода за пределы массива кроме того внутри цикла проверяется отдельное значение массива item так что на самом деле при каждой итерации цикла выполняются три проверки этот вид цикла поиска позволяет объединить три проверки и выполнять при каждой итерации только одну проверку для этого нужно поместить в конец диапазона поиска сигнальное значение завершающие цикл в нашем случае можно просто присвоить искомое значение элементу располагающемуся сразу после окончания диапазона поиска обновляя массив не забудьте выделить место для этого элемента далее вы проверяете по очереди каждый элемент если вы не достигаете сигнального значения значит нужного вам значения в массиве нет и вот этот код внимание на экран как мы видим немного упростили цикл если item содержит целые числа выгода может быть весьма существенным ну и давайте посмотрим на результаты оптимизации внимание на экран как мы видим здесь три языка c-sharp java и visual basic и экономия времени есть во всех языках результаты получены для visual basic особенно впечатляют но и остальные тоже очень неплохи однако при изменении типа массива результаты также изменятся если item включает числа с плавающей запятой то результаты вот такие внимание на экран здесь все те же три языка и и и и скорость скорость тоже есть но но не такая если сравнивать с предыдущим примером как обычно многое зависит от языка сигнальное значение можно использовать почти в любой ситуации требующий выполнение линейного поиска причем не только в массивах но и в связанных списках вы только должны тщательно выбирать сигнальное значение и с осторожностью включать их в структуры данных вложение более ресурскоемкого цикла в менее ресурсоемкий если вы имеете дело с вложенными циклами подумайте какой из них должен быть внешним а какой внутренним внимание на экран вот пример вложенного цикла который можно улучшить ключ к улучшению цикла в том что внешний цикл состоит из гораздо большего числа итераций чем внутренний с выполнением любого цикла связаны накладные расходы в начале цикла индекс должен быть инициализирован а при каждой итерации увеличен и проверен общее число итераций равно 100 для внешнего цикла и 500 для внутреннего цикла что дает в сумме 600 итераций просто поменяв местами внешний и внутренний цикл вы можете снизить число итераций внешнего цикла до 5 тогда как число итераций внутреннего цикла останется тем же В итоге, вместо 600 итераций будут выполнены только 505. Можно ожидать, что перемена цикла местами приведет примерно к 16% улучшению, так как 600 минус 505 и разделить на 600 равно 16%. Но на самом деле результаты таковы. Внимание на экран. Здесь мы видим сравнение по четырем языкам C++, Java, PHP и Python. Значительные различия в очередной раз доказывают, что по поводу следствий оптимизации нельзя сказать ничего определенного, не оценив их в конкретной среде. Но лидирует здесь у нас Java. Снижение стоимости операции. Под снижением стоимости понимают замену дорогой операции на более дешевую. Например, умножение на сложение. Иногда внутри цикла выполняется умножение индекса на какие-то другие значения. Сложение обычно выполняется быстрее, чем умножение. И если вы можете вычислить то же число, заменив умножение на прибавление значения при каждой итерации, это скорее всего приведет к ускорению выполнения кода. Внимание на экран. Это пример кода, основанного на умножении. Этот код прост, но дорог. В то же время, цикл можно переписать так, чтобы при каждой итерации выполнялось более дешевое сложение. Внимание на экран. Этот вид изменения похож на купон, предоставляющий скидку со стоимости цикла. В первоначальном коде при каждой итерации выполнялось умножение выражения revenue умножить на base commission и умножить на discount на счетчик цикла, увеличенный на 1, сначала на 1, затем на 2, затем на 3 и так далее. В оптимизированном коде, значение выражения revenue умножить на base commission и умножить на discount присваивается переменной incremental commission. После этого, при каждой итерации цикла, значение incremental commission прибавляется к cumulative commission. При первой итерации, оно прибавляется 1 раз, при второй 2, при третьей 3 и так далее. Эффект тот же, что и при умножении incremental commission на 1, на 2, на 3 и так далее. Но оптимизированный вариант дешевле. Чтобы этот вид оптимизации оказался возможным, первоначальное умножение должно зависеть от индекса цикла. В данном примере, индекс цикла был единственной изменяющейся частью выражения. Поэтому мы и смогли сделать выражение более эффективным. И вот к чему это привело. Внимание на экран. Здесь мы видим сравнение для двух языков C++ и Visual Basic. И как мы видим, Visual выигрыш в скорости у Visual Basic 49%. Ну а на сегодня все. Эта подглава закончилась. И, 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 значит и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.